Отдел декоративно-прикладного искусства был образован в 1893 году. Основу коллекции составили некоторые памятники, ранее находившиеся в других отделах музея, в том числе Древней Греции и Рима. Часть экспонатов поступила из базилики Сен-Де-Ни. После падения режима Наполеона III в 1870 году в Лувр были переданы художественные предметы из тюильри, сен-клу и других императорских дворцов – мебель, гобелены, предметы убранства. В 1901 году драгоценности из специального хранилища государственных ценностей также стали частью коллекции. Экспозиция охватывает период от Средних веков по XIX век. Все экспонаты размещены на третьем уровне Ришелье и Сюлли, за исключением драгоценностей французских королей, которые демонстрируются в великолепной галерее Аполлона. Предметы декоративно-прикладного искусства можно увидеть и в покоях Наполеона III, не слишком известных широкой публике. Этот большой салон входит в комплекс роскошных приемных, называемых также апартаментами герцога де Марни. Интересно, что последний никогда не занимался их обстановкой и даже никогда не жил здесь. Отделка под мрамор, живописные произведения, изобилие позолоты, скульптурный декор, дамасские ткани, люстры и торшеры – все это подчеркивает импозантность и величие стиля Второй империи, свидетельств которой сохранилось не так уж и много. Также здесь можно увидеть и средневековую резную кость, и мебель эпохи Возрождения, и лимошский фарфор, и предметы из дорожного несессера Марии Антуанетты. В собрании отдела декоративно-прикладного искусства экспонаты систематизированы по художественным отраслям и эпохам. Так, например, в особую группу выделены итальянская майолика, коллекция табакерок, мебель и ювелирные изделия. Большую часть памятников составляют предметы Средневековья и эпохи Возрождения. Некоторые из них иллюстрируют важные события французской истории и напоминают о ее деятелях. Золотой скипетр Карла V, сделанный в XIV веке и украшенный скульптурным изображением Карла Великого с атрибутами власти, был передан в Лувр из аббатства Сен-Дени. Великолепие французского двора при Людовике XIV стало составной частью политики, соответственно, лучшая часть собрания – художественные предметы XVII-XVIII веков. Их высокое качество обусловлено тем, что в их создании участвовали выдающиеся живописцы, такие как Лебрен и Буше, скульпторы как Фальконе и известные архитекторы. В годы правления короля Солнца была организована мануфактура королевской меблировки, во главе которой стал первый художник короля Шарль Лебрен. По его рисункам и под его руководством создавались гобелены, мебель, мозаики, ювелирные изделия, что обеспечило высокий художественный уровень и единство стиля всех предметов убранства дворцов. Многие из этих вещей находятся сейчас в коллекции Лувра. Здесь же находятся лучшие образцы мебели из мастерской Шарля Буля, поднявшего производство мебели на уровень высокого искусства. В них, как и в других видах искусства этого времени, появился большой стиль, присущий французской скульптуре XVII века. Ювелирные предметы выставлены в галерее Аполлона. Здесь хранятся короны, кольца, шпаги, предметы культа, украшенные драгоценными камнями. Один из них, алмаз-регент, в 137 карат был привезен из Индии и принадлежал принцу Орлеанскому, который после смерти Людовика XIV был регентом при малолетнем короле Людовике XV. Для посетителей все эти залы работают до шести часов вечера.